Всем писком кис, всем киском пис. Вы, наверное, сейчас смотрите на меня и думаете, Лоу, Серёжа, с тобой что-то не так. Последний раз, когда мы тебя видели, ты выглядел по-другому. Да, это правда, потому что я подстригся, битчис. Немножко сейчас стрёмно, потому что я кепку долго носил. Но, короче, я подстригся, выгляжу максимально сексуально. Леся, что ты скажешь, по-моему, мне подсвязка. Волосатым было лучше. Нет, волосатым было не лучше. Посмотрите, как я сейчас охуенно смотрю с кепкой. Да, сегодня самый жаркий день в жизни. Сегодня 41 градус в Париже, поэтому будем просто стараться выживать и не умирать. Выходим мы сейчас на улицу, мы идем в Икей, чтобы купить новые подушки. На нашей улице, вы можете видеть, там огромное количество человек вдоль дороги. Оказывается, сегодня тур де Франс. Сколько я знаю, это велосипедная гонка по Франции. И, видимо, сегодня она в Париже. И зацените, как перекрыли одну из самых главных улиц Парижа. Просто ее всю перекрыли. И вот так вот стоят везде люди. Тут пока поедут велосипедисты. Странно, что мы проходили здесь почти три часа назад. И улица уже была перекрыта. И сейчас мы вышли. И все, что изменилось, это просто количество народа вокруг улицы. Тут просто капец, мы идем дальше. Я вообще офигеваю. Вот, видимо, велосипедисты до сих пор не проехали. Общите комментарии, если вы любите велосипедный спорт. Потому что я считаю его крайне скучным. Я не понимаю, как можно вообще смотреть за велосипедами. Мне кажется, это максимально скучная хрень. Но иди звали здесь. Вот еще немножко людей, чтобы понимали, как бы масштаб данной трагедии. Улица просто перекрытая. Бля, сейчас что ты думаешь по этому поводу? Я не люблю велосипедистов. Пусть они катаются где-то за городом. Поддерживаем. Вот мне мешает это жить. Согласен. Итак, гуляли мы гуляли. Сходили в ОК, купили подушки. Вот они, основные подушки. Фанфакт на старые наши подушки у Олеси было энергии. Сейчас мы зашли в какой-то очень классный бургер. Он называется Naked. В двухменюх написано, что они потратили, что их создатель потратил половину жизни тому, чтобы найти идеальные котлеты. А второй создатель потратил всю жизнь, посвятил их хлебу и сделал идеальный бункер. Поэтому сейчас ждем бургеры и будет приятным. Нам принесли бургеры, они выглядят и пахнут просто божеством. Вот мой бургер. Здесь такая смешт котлетка. Там секретный соус, пиккл и американец чиз. Вот так вот выглядит френч фрайс. Очень необычная, интересная кайфовая френч фрайс. Вот так выглядит Олесин бургер. Пайки. Там сыр с плесенью и карамелизированный лук. Эксцайтед? И немного вина. Первое впечатление, булочка просто супер раздушная. Котлета, как я сказал, смешт. То есть типа она не к сама котлету, она так порезанная, типа и побитая, прибитая. Поэтому она вот такая плоская. Пробуем, приятный аппетит. О, моя лад. Вау. Это просто нереально вкусно. Извините, мой охуенный бургер. Приятный аппетит. Сейчас мы находимся в Монако. Мы находимся прямо там, где проходит Формула-1, прямо на трассе. Я иду, чисто смотрю, где катаются машинки и кайфую. Извините, вот типа обычная дорога, тут машины катаются. И вот здесь типа прям обычно Формула-1 проходит. Вообще кайф, класс, секс. Вот здесь вот находится поворот, в котором в этом году разбился Серхио-Переса. Извините. Здесь вход в легендарный тоннель, где тоже едут машинки. И сейчас мы пойдем в этот тоннель и снимем выход из него и вход в него. Парк, да. Вот въезд в тоннель. Сейчас покажем выезд. Вот там видно выезд из тоннеля. Это выезд из тоннеля. Вот здесь красная штучка, это то, что не убирают после Формулы-1. Прямо здесь они едут. Вот это красная штучка. И сейчас мы пойдем на знаменитый поворот, где постоянно все разбиваются. И я тоже вам покажу. Погнали. Сейчас мы подходим к легендарной Шикане. Я не помню, как она называется. Но как-то она называется. Здесь справа все еще видно красную полосочку от Формулы-1. Она прямо у себя идет до конца дороги. Ну и тут офигенный вид на Монако, на яхты, на море. В общем, красота, класс. И мы уже почти подошли к повороту. Вот здесь обычная дорога, видишь, она идет прямо, типа. А Формуле-1 они вот здесь вот налево вот так вот поворачивают, типа, налево. И там направо. Или даже не могут прямо проехать, они за ними такой зигзаг сделать. Вот как мы только что видели в видео, машинки едут сейчас прямо от Формулы-1. Я бы езжал. Вот еще одно видео, как они это делают. Формулы-1 мы посмотрели, посидели, покушали. И сейчас, как вы можете видеть, сзади меня море. Там вот такой вот небольшой пирсик. И на этом пирсике можно взять в аренду катамараны. Поэтому мы уже оплатили катамаран. Он у нас через 30 минут. Мы ждем, пока пройдет 30 минут и поедем кататься на катамаране. Он еще и с горочкой, так что катамаран будет классный. Увидимся на нем. Итак, репортаж уже с катамарана. Как можно заметить, мы на нашей мини-яхте. Сзади нас Монако. Еще одни чуваки на катамаране. Мы подплываем к Бойку. Кажем ее, пожалуйста. Потому что мы плаваем только на крае. Вот, как можно заметить по мне, я уже окунулся. И сейчас специально для вас подписывайтесь, ставьте лайки. Этот пророчек для вас. О, блядь! Сейчас мы нашли в один из попапов в Блубитон в Париже. И здесь оказалась специальная коллекция Оффлайт, посвященная Вёрджилу. И новой мужской коллекции после Ранавея в Париже. Сейчас вам покажу, как тут все очень круто сделано. Вот эта куртка, это просто куртка мечты. Но, к сожалению, она стоит, как моя жизнь, возможно, в следующий раз. Ну, тут реально просто лабиринт. И на верхнем этаже именно экспозиция. Без того, что можно купить. Но все равно выглядит очень круто, очень атмосферно. И самое главное, есть кондюр. И самое главное, есть кондюр.